Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня в рубрике «Тайские штучки» на моем канале я хочу рассказать вам вот о таком замечательном средстве. Называется это антисептик с вытяжкой из коры мангустина. Это спиртовая настойка мангустина для наружного применения. Вот здесь изображен фрукт тайский мангустин, сам очень вкусный, на вкус напоминает клубнику. Что-то между дыней и клубникой по виду это похоже на дольки чеснока. Вскрывается вот эта толстая упаковка бордового цвета, что делает ее похоже на фиолетово-бордового цвета, что делает похоже на маленький баклажан. Но отличительными свойствами вот этого фрукта и его коры является то, что это прекраснейший антисептик, прекраснейшее средство, которое снимает воспаление. И добавляют его куда только не добавляют. Есть и скрабы на основе мангустина, есть и зубные пасты, и чуть позже я расскажу обязательно об этом. Есть и кремы для лица, и есть вот такая настойка, которую с полной уверенностью можно сказать таким универсальным антисептическим средством, ну как у нас зеленка. Значит, это природный отличный антисептик, который легко заменяет и йод, и зеленку. И в отличие от того и другого он не жжет, он не приносит дополнительных ожогов, неприятностей, сухостей для кожи, а наоборот обладает самыми, что ни на есть, целебными свойствами. Он обеззараживает раны, способствует активному заживлению и рассасыванию глубоких ран без создания ожогов. Этот антисептик отлично заживляет воспаление слизистых оболочек, причем его можно использовать и во рту, если это какие-то дерпесы, стоматиты, ну мало ли какие неприятности, в том числе и послеоперационные на деснах. Можно даже, если с глазом какая-то проблема, то нанести и на слизистые глаза. Также, если проблема возникает на половых органах, то можно использовать и для этой цели. Он применяется для обработки царапин, порезов, для лечения ногтевого грибка, что очень важно, что делает его таким первейшим помощником. И применять его нужно совершенно небольшими дозами. Значит, вот здесь есть такой тоненький носик с узенькой такой дырочкой. И путем нанесения пары капель на проблемное место, или на рану, или на поврежденную слизистую оболочку, вот я это сейчас сделаю, посмотрите, он не льется оттуда, если необходимо, вот эта капелька выкапывается, либо точечно можно просто поднести к этому месту и наносится. Ну, то есть вот этой капли, это более чем достаточно, это большая поверхность может быть ею укрыта. А действие будет не только вот под самой этой поверхностью, а он распространяется достаточно на такое большое расстояние. Запаха ярко выраженного какого-то нет. Ну и след коричневый тоже никакой не остается. Вполне себе нормальная кожа, очень-очень быстро впитывается. Все, никакого следа нет. Рана с помощью этого средства будет залечена очень-очень быстро. И также его можно добавлять, так как это такая концентрированная форма, его можно по нескольку капелек добавлять в крем для лица или для тела. А также можно использовать и в качестве косметического такого средства, так как он прекрасно очищает поры кожи. Поэтому для проблемной, для кожи, на которой акне распространено, вполне можно использовать. Опять же, на своих клиентах неоднократно убеждались и видели, мальчик с проблемной, очень проблемной кожей после пользования этим. Были не то, что удивлены, поражены, насколько изменился его внешний вид. Единственное, что нельзя применять внутрь, то есть во рту-то что-то помазать можно, но употреблять это как какое-то такое средство, веселящее или какое, внутрь, конечно, нельзя. Ну и нельзя капать в глаза. То есть, опять же, около слизистых, ну если вдруг какие-то, мало ли, ячмени, там или фурункулы около глаза возникают, воспользоваться можно. В сам глаз, конечно, лить не нужно. И я сейчас вот покажу, расскажу об этом в следующий раз. Но те кремы для проблемной кожи, которые вот здесь представлены, они тоже с вытяжкой из коры мангустина. Поэтому очень активно в Таиланде это используется. Но сейчас под руками у меня нет кремов. Для того, чтобы показать, что на картиночке изображен именно мангустин, я это сделаю в следующий раз когда-то. И нужно будет показать вам и зубные пасты. Я это тоже в следующий раз сделаю. Ну а теперь всего доброго. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, если есть какие-то комментарии, пишите, спрашивайте. Всегда с удовольствием отвечу. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok